Весь год говорили, что отпускают Женю, все, он уже настроился, а потом раз, и решили еще, чтобы он год здесь поиграл. Но у Жени просто мечта была уехать в НХЛ. И руководство команды знало, что он хочет уехать. И было это все оговорено, а потом получилось так, что вроде они переиграли в последний момент, и он был к этому не готов. Женя не хотел оставаться. И когда вот к нам приехали они домой, вот Величкин, Куприянов, и стали вот до двух часов нас здесь уговаривали, уговаривали. И просто вот другого не было уже сил просто, и Женя подписал контракт. А потом, когда они уехали, Женя СМС кинул этому Куприянову, заместителю Величкину, и говорит, вы во мне убили мечту. Вот просто он всю ночь проплакал. Все хорошо, что хорошо кончается. Нам нужна будет смеха, потому что мы не ожидали такой реакции. Жень, все позади. Мечты должны сбываться. Не надо больше расстраиваться на эту тему. Жень, я не понимаю, почему ты сейчас так остро реагировал на эти интервью. Видно было, что тебе больно. Ведь ты уехал и находился за своей детской мечтой. Как тебе может быть, не знаю, стыдно от этого? Ты все сделал правильно? Ну, вот, наверное, слова отца, наверное, который сказал, что были и хорошие мнения обо мне, были и плохие. И тяжело, конечно, иногда воспринимать там, не знаю, каких-то знакомых, которые там за спиной говорят, как бы ты предатель, или ты там покинул родину. Это было тяжело воспринимать, наверное, и сейчас, может, как-то затронулось за живое место вот эти слова, воспоминания, поэтому расчувствовался немножко. Ну, ведь, согласитесь, именно так, в общем-то, и проверяются друзья и люди в окружении. Потому что ты человек публичной профессии. Если начинают нехорошие вещи там твои знакомые говорить о тебе, то это только их проблема. Не, ну, я не говорил про моих друзей. Мы с ними в хороших отношениях остались и продолжаем общение. Я сказал про знакомых, которые там говорили за моей спиной, и никогда никто ко мне не подходил и не говорил прямо в глаза. Не знаю, боялись или нет, но такие были мнения. Я, наверное, просто эмоциональный человек, который воспринимает любую критику в свой адрес и, не знаю, наверное, остро на него реагирует. Жень, но ведь именно так, через боль, через обиды добиваются люди своей мечты. Ну, наверное, вы правильно сказали, так добиваются, и мы выиграли Кубок Сцены через три года, и это самое главное. И я сделал своих родителей, может, счастливыми, себя им в некоторой степени. Поэтому моя мечта осуществилась, и я считаю, что я сделал правильно.